В этом видеоуроке вы узнаете о том, как настроить функцию контроля механического и коммутационного ресурса коммутационного аппарата в терминале ЭКРА-200. Перед началом работы с конфигурацией рекомендуем ознакомиться с видеоуроком «Открытие и сохранение конфигурации». После успешного открытия файла конфигурации переходим в раздел «Коммутационные аппараты». В данном разделе представлены коммутационные аппараты и параметры их представления в терминале. О том, как их настроить, смотрите в отдельном видеоуроке «Логические узлы МЭК-61850 для коммутационных аппаратов». Для каждого коммутационного аппарата может быть задана функция контроля механического и коммутационного ресурса. При выборе «Механический» ресурс будет контролироваться по количеству операций включения и отключения. При выборе «Коммутационный» будут контролироваться как механический, так и коммутационный ресурс, который учитывает ток, протекающий через выключатель в момент коммутации. При выборе «Нон» контроль ресурса не будет осуществляться. Для примера рассмотрим параметры коммутационного ресурса, так как настройка параметров механического ресурса аналогично. Открываем вкладку «Ресурс». В параметре «Ток» указана трехфазная система аналоговых токов, измерения которых используются при контроле коммутационного ресурса. О том, как изменить данный параметр, будет рассказано позже. В ниже представленных таблицах отключений и включений по точкам задается характеристика коммутационного ресурса выключателя, то есть зависимость количества отключений и включений от значения коммутируемого тока. Данные для задания характеристики берутся из паспорта или руководства по эксплуатации на высоковольтный выключатель. В случае контроля только механического ресурса требуется настроить по одной точке для включений и отключений, при этом ток указывается равным нулю. По этим точкам в буфере логики ресурс-выключателей доступны соответствующие сигналы, отображающие в номиновании порядковый номер точки, начиная с нуля, значение тока, а также число коммутаций. При достижении заданного количества коммутации значение этих сигналов изменится на логическую единицу, и это будет означать, что выключатель при данном токе уже не сможет выполнить ни одну коммутацию. Также можно задать начальное количество коммутаций для каждой фазы, например, если выключатель уже был в эксплуатации. Для этого все зафиксированные в ходе эксплуатации токи коммутации необходимо поочередно записать в соответствующие ячейки. При этом токи предварительно необходимо привести к минимальной точке из ранее заданной характеристики коммутационного ресурса. Для примера приведем зафиксированный ток коммутации фазы А, равный 7 кА. Так как функция контроля ресурса выполняется методом кусочно-линейной аппроксимации, воспользуемся уравнением прямой по двум точкам и найдем количество отключений при токе 7 кА. Далее допустимое количество отключений при минимальном токе делим на найденное количество отключений при токе 7 кА, и результат округляем в большую сторону. Вычисленные значения записываем для соответствующих фаз. Пуск функции контроля механического и коммутационного ресурса возможен по одному из двух условий, либо по сигналу управления, либо по изменению положения. При условии по сигналу управления функция контроля ресурса работает по командам отключения и включения, которые можно выбрать из выпадающих списков для каждой фазы. При выборе условия по изменению положения функция контроля ресурса работает по сигналам положения, которые заданы во вкладке «Параметры». Рекомендуем использовать условия по изменению положения, а условия по сигналу управления только если сигналы положения выключателя не заведены в терминал. В области «Сигнализация» задаются ступени остаточного ресурса коммутационного аппарата в процентах. При достижении одной из ступеней будет сформирован соответствующий сигнал в логику. В области «Время фиксации тока относительно сигнала впуска» задается время в миллисекундах для достоверной фиксации токов в момент коммутации от 0 до 500 миллисекунд с шагом в 1 миллисекунду. Например, в случае пуска по изменению положения задается время с момента переключения главных контактов выключателя до момента изменения сигнала положения в терминале, а в случае по сигналам управления задается время от формирования команды включения или отключения до замыкания главных контактов. Задаваемые значения в обоих случаях должны быть отстроены от вышеописанных времён с некоторым запасом. В общем случае рекомендуется брать запас в 5 миллисекунд. Например, в случае по изменению положения значение параметра будет складываться из времени между переключением главных контактов и вспомогательных блок-контактов выключателя, время срабатывания дискретного входа терминала по умолчанию это 15 миллисекунд и запаса в 5 миллисекунд. Все вышеупомянутые в этом видеоуроке возможности доступны для пользователей ПО-конфигуратор свободно распространяемой редакции Free и расширенной редакции Pro. Для пользователей ПО-конфигуратор расширенной редакции Full помимо вышеописанных доступны дополнительные возможности, о которых будет указано далее. При необходимости возможно изменить тип контроля ресурса для коммутационных аппаратов, выбрав в выпадающем списке подходящий вариант. Для коммутационного ресурса доступен выбор трёхфазной системы аналоговых токов, по которому будет осуществляться контроль. Также доступно добавление и удаление точек контроля ресурса коммутационного аппарата через специальные кнопки. После завершения редактирования конфигурации необходимо её сохранить через меню «Файл» или нажав на кнопку «Сохранить» на панели инструментов. На этом видеоурок окончен. Надеемся, он был вам полезен. Спасибо за внимание.